Всем привет! Кто ещё со мной не знаком, меня зовут Оля, вы на моём парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь, если вы этого до сих пор ещё не сделали. Сегодня мы с вами будем разбирать тему восточных ароматов. Эта тема, я считаю, как нельзя актуальна именно зимой, когда мы по праву можем себе позволить носить всё самое яркое, всё самое сочное, всё самое громогласное, всё самое супершлейфовое, что, допустим, не совсем актуально в другое время года. То есть сладкие восточные ароматы, их более комфортно носить, когда на улице всё-таки прохладно. Тогда они не душат, не раздражают и создают, наверное, больше атмосферу уюта, комфорта, тепла. Поехали! Я вам хочу рассказать про подборку восточных ароматов, который придумал интернет-магазин «Рандеву». Они сделали отдельный бокс, посвящённый данной категории ароматов. Почему меня заинтересовала именно эта подборка? Потому что несколько ароматов из данного сета мне очень давно хотелось попробовать. И именно их я остерегалась покупать вслепую, потому что вопрос был очень спорный. Сейчас я знакома, сейчас я для себя сделала выводы. С этой подборкой где-то я согласна, где-то нет. Какие-то ароматы мимо, какие-то ароматы очень понравились. Поэтому вот такие вот аромабоксы – это отличная возможность познакомиться с достаточным количеством ароматов и уже принять решение о покупке. Я в последнее время очень не хочу делать в таких вот поспешных слепых покупках. И многое из того, что у меня появилось в последнее время в коллекции, было приобретено именно по следам, после того, как я попробовала эти ароматы. Ну, либо в аромабоксе, либо где-то в каких-то других местах. То есть попробовав. Ладно, давайте не будем долго вступать. Поехали. Все ароматы прописаны. Это очень удобно. Конечно же, для покупки не забывайте использовать блогерские промо-коды. Они всегда прописаны у меня внизу под видео. Вся информация также там. Проходите, не ленитесь. Первый аромат, который нам предлагает рандеву на тему Востока – это Аджмал Шэдо. С этим ароматом в плане Востока я бы, наверное, поспорила. Потому что кроме страны происхождения у данного аромата абсолютно не восточное направление. Он у меня есть в полноценном флаконе. Я его очень сильно люблю. Это чудесный, просто великолепный аромат из бюджетной ценовой категории. Но для меня он абсолютно европейский. То есть восточная здесь только марка, которая выпустила данный парфюм. Само направление – это очень женственный кремово-сливочно-белоцветочный аромат по типу ароматов Нарцисса Родригеса. Очень-очень схожее звучание. И вместе с этой белоцветочностью выбеленный такой же чистый хрустящий мускус без животных аккордов, без какой-то грязи. То есть именно тот мускус, который отвечает за чистоту, за женственность, за свежесть, за лёгкость. Но что вот именно данный аромат отличает от того же самого Нарцисса Родригеса, здесь очень красивым образом вплетена лавандовая нотка. Знаете, это не сухая лаванда, это не мешочек, который мы вешаем, допустим, в шкаф от Молли. Это не пудра, а именно такой трогательный, свежесорванный ароматный букетик, но абсолютно не навязчивый. То есть лаванда есть, но она деликатно вписана в композицию и абсолютно не выбивается из общей концепции и никоим образом не раздражает. Аромат просто бомба. Если вот абстрагироваться от восточного направления, я вам крайне советую либо просто попробовать, либо... Вот это как раз можно купить вслепую, потому что цена вопроса невелика. За 75 мл вы отдадите небольшие деньги. Но если вы любитель вот такого направления, а мне кажется, вот такие ароматы, они понравятся большинству, то можно смело брать на подарок. Очень его люблю. Кстати, у меня тоже такой вот, вам показываю, небольшой остаток. Обязательно буду себе дублить, потому что, как я уже сказала, такое направление мне очень нравится. Второй аромат в этой подборке, это у нас Atar Collection Queen of Sheba. Но опять же, я бы не назвала это прям вот сильно восточным ароматом, если не брать в расчёт тех же самых арабов, которые делают этот бренд, Atar Collection. Ну, либо нам преподносит эту историю как арабскую. Я не знаю, кто у них там основатель данного парфюмерного бренда. Аромат также у меня есть. Почему я его не достала? Ну, не буду сейчас уже отвлекаться от повествования. Очень сильно его люблю. Это практически аналог Киллиновской Good Girl Gone Bad, только чуть более, мне кажется, чуть более сладкий. То есть персики здесь, мне кажется, более сладкие, чем в аромате от Киллиона. Однозначно чувствую, не буду сравнивать, я сейчас вообще не для этого вам всё это рассказываю. То, что они рядом, это точно. Тугие персики и небольшая такая приятная табачность. Очень так же, как по мне, женственно. Абсолютно универсальный аромат. Не обязательно на зиму, не обязательно это будет восток. Для меня это, опять же, такой вот прям повседневный, универсальный, абсолютно европейский аромат. Но то, что это красиво, то, что это достойно внимания, это факт. Следующий аромат из этой подборки – это Chanel Coco версия Eau de Parfum, которую я себе занесла сразу же после того, как попробовала свой парфюмерный виш-лист. Аромат не так прост, как может показаться на первый взгляд. Когда его только распыляете, слышны различные цветы, солирует роза. И также, кстати, я слышу персик, но, скорее всего, даже не саму мякоть, а вот такую очень мягкую, бархатистую персиковую кожурку. Но буквально вот сколько он у меня просидел на блотере, буквально просто минуту, наверное, сразу идут такие эмоции, которые относят нас немного в ретро-направление. Скорее всего, за такой эффект отвечают на гвоздики, которые в ароматах очень часто отсылают нас назад в прошлое. Ну, аромат и не нов. Я вам вставлю картиночки, как выглядят все ароматы, про которые я вам рассказываю. Потом, по мере того, как вы его носите, конечно, на блотере сейчас я пока не дошла до этой стадии, он запудривается, и это просто стопроцентная женственность, как я уже сказала, во флаконе. Он необычен именно тем, что он немного не от мира сего. То есть сейчас модно, сейчас носят абсолютно другие ароматы, и когда вы будете носить вот эту вот красоту, неизменную классику, которая была актуальна 30 лет назад и будет актуальна, мне кажется, всегда, вы однозначно будете выделяться из толпы. По поводу Востока, да, он насыщенный, он яркий, он пряный, он и пудровый, он и цветочный, он и фруктовый. То есть здесь очень обширная пирамида, но по факту это приятнейшая женственная, женская композиция, которая вот мне прям запала в сердце. Но я вообще любитель Шанель, я уважаю, обожаю, просто не могу надышаться над классической версией. То есть это парфюм номер 5. Ну, надо принимать в расчёт, конечно же, вкусы каждого. Здесь же всё-таки вот эта вот гвоздичная нотка, она слышна, она явственно слышна. И кто такое не любит, возможно, те не оценят данной красоты. Но я говорю за себя и плюс-минус описываю вам эмоции, чтобы было проще представить тот или иной аромат. Следующий красавец, который мне очень хотелось попробовать, когда я посмотрела наполнение бокса на сайте, это у нас Шейк Опулен 33. Я вообще вставлю вам картинку, у них такие названия все запутаться очень быстро можно. Вообще всегда обходила стороной данный бренд, потому что мне не очень нравится презентация. То есть сами флаконы, я не понимаю, что тут какие-то кинжалы, то ли это что-то, я не знаю, какие-то торсы. Здесь не совсем, наверное, видно. Я вставлю вам картинку. И, по-моему, ценовая категория у них также такая вот не совсем лояльная. Мне повезло, я сумела познакомиться с данным ароматом. Это очень, очень, это очень красиво. Но у меня есть наподобие несколько парфюмов, поэтому я спокойно провожаю данный пробник и, слава богу, не записываю виш-лист. Но попробую сейчас описать. Это пудра. И, опять же, пудра со значимой горчинкой, как будто чуть немного в ретро-формате. Пудра с минимальной сладостью. Пудра, чуть-чуть на которую капнули масло розы. Пудра плотная, пудра яркая, пудра едкая. Пудра такая, знаете, как будто даже витает в воздухе. Вы дышите этой пудрой, она вам даже щекочет нос. Вот это восток в 100% его проявлении. Здесь на пудровую тему. Если сравнивать, я бы его, возможно, сравнила с ароматом Экликс от Тициана Теренси. Он у меня есть. Поэтому, как я уже сказала, слава богу, то что этот пробник мне не нужно будет офлаконивать. Очень красиво. Это, опять же, про женственность. Вот, знаете, чего не отнять? Здесь, как раз, наверное, собраны ароматы, хоть и восточные, но именно на женскую тематику. Без формата унисекс. Один, наверное, будет только унисекс. Всё остальное – это женственность, это яркость, это необычность, это ароматы. Бери этот бокс, пока ещё зима, разнашивай каждый из них, и это будет просто чудесное, альфакторное путешествие именно в восточное направление. По мере того, как он… Я вчера его наносила, кстати, на кожу в очередной раз. По мере того, как он сидит на теле, на коже, он ещё больше заслащивается. Но всё-таки вот такой вот ретро-горький, пудрово-помадный даже аккорд, он в основе данного аромата. Очень красиво, но едем дальше. Дальше не менее красивый, не менее великолепный аромат, который также мне очень хотелось попробовать после того, как я купила другой аромат данной линейки. Это Juliet Has a Gun, их люксовая линейка Liquid Illusion. Аромат называется Liquid Illusion, я себе купила Moon Dance. И после того, как я себе купила этот лунный танец, у меня появилось огромное желание познакомиться со всеми ароматами вот этой вот бутиковой люксовой линейки. Когда я впервые распылила аромат на блотер, в голове пронеслось, боже мой, это же моя любимая тема. Как же я раньше не знала, почему я раньше не слышала, почему никто нигде не написал о том, что это моя эталонная помада. Аромат на тему помады, аромат на тему ириса, влажного ириса, аромат на тему фиалковой пудры, аромат на тему очень нежной трогательной розы. И всё вкупе это чудесный помадный аромат. По-моему, его, вот этот вот Liquid Illusion сравнивают с тем же самым Juliet Has a Gun Lipstick Fever. Мне кажется, у них есть однозначно какое-то сходство, но вот этот звучит более благородный, здесь более ярко выраженный помадный эффект. И вообще сама композиция как будто чуть, ну, чуть на уровень выше. Я не знаю, надо ещё будет их сравнить параллельно. По-моему, у меня остался вот этот вот Lipstick Fever после третьего сезона игры «Восьмое чувство» от Рандеву. Попробую их сравнить ещё параллельно. И, возможно, я просто изменю своё мнение и куплю этот липстик. Следующий аромат, который 100% восточный, который по праву находится в данном боксе, это Каял Дахаб. Также давно у меня была идея познакомиться с данным парфюмом. Покупать слепую мне не хотелось, потому что, как я уже сказала, отзывы достаточно спорные. Ну, и ценовая категория не 3 рубля. У меня есть один аромат от Каял. Я с удовольствием его ношу. Даже вот сравнить не с чем. Здесь же я, скорее всего, могу провести аналогию, но абсолютного клона я этому аромату не нахожу. И я не согласна с теми, кто 100% сравнивает его с ароматом, допустим, Кирки от Сан Теренси. Направление однозначно то же самое. То есть, это вот такой вот свербящий, шершавый, яркий, зубодробительный, душающий мускус, который в Кирке, мне кажется, выкручен просто на максималку. Этот же, кстати, дохаб, мне слышится намного звонче, намного легче, намного понятней, намного носибельней. Поэтому, если бы я выбирала, у меня был Кирки, я с ним рассталась только из-за того, что только я, наверное, могла выносить его. В нём нельзя было идти куда-то в закрытое помещение, в нём нельзя было сесть в машину, потому что меня сразу зафукивали. Несмотря на то, что мой муж тоже всепоглотительный в плане парфюмерии, он многое любит, многое носит. Но вот к Кирке просто не пошло. Этот же аромат, дохаб, да, дохаб он у нас называется, стартует очень сочным, ярким, суперспелым зелёным яблоком. Вместе с сочным яблоком однозначно огромный взрыв, брызги во все стороны любых цитрусовых, абсолютно абстрактных, всех вместе взятых. И вот эта вот амбра-древесная мускусная база, которая намного звонче, намного мягче, намного легче, чем в ароматах Кирки и тому подобных. Вот если вы выбираете, мне кажется, вот это однозначно более носибельный вариант. В этом аромате вы можете спокойно идти и в офис, в этом аромате вы спокойно можете идти в любое другое закрытое помещение, будь то, я не знаю, больница, общественный транспорт. В Кирке я бы, наверное, с осторожностью посещала данные мероприятия. Я очень рада знакомству. Покупать нет, не знаю, под вопросом. Если был бы какой-то вот тревел-формат, возможно, да, потому что это очень стойко, это очень ярко. Мне кажется, от одного пшика вы будете благоухать целый день. И он, у таких ароматов есть такое свойство, они надоедают под конец уже дня и, скорее всего, не будут пользоваться частым спросом. По крайней мере, у меня. Следующий аромат – это бренд Мэма. Аромат называется Шамс Уд. Это также Восток, аромат по праву находится в данном боксе. Я, когда впервые его нанесла на блотер или на руку, я уже не помню, когда только начала ознакомиться с этим боксом, понюхала сразу – нет, не моё. Я вообще, ну, всеядная также в плане парфюмерии, но с Удом на вы только из-за того, что наигралась уже, уже как-то неинтересно. То есть я понимаю то, что в парфюмерном мире есть намного более красивые ароматы и намного интересные, намного более яркие, чем ароматы на тему Уда. Уд у нас обычно про дерево, смола, что-то такое очень спокойное, умиротворяющее. Такие ароматы имеют место быть. У меня есть, поэтому мне как бы, ну, больше и не надо. Доносятся они также крайне редко. У Rouge Bunny Rouge аромат Embers вот очень схож с ароматом Shams. Но сегодня я поднесла его к носу и всё-таки, знаете, есть у него какая-то такая необычная изюминка. Он мне стал пахнуть мёдом. То есть первый раз, когда я его распылила, я абсолютно не почувствовала. Для меня он пах просто деревом с пряностями, чуть-чуть такой дымок горячий. Сейчас, как я делаю резюме, Уд очень мягкий. То есть если вы боитесь удовых ароматов, но любите, допустим, древесные, не сильно сладкие, тёплые, универсальные. Аромат унисекс, вот этот как раз тот вариант, когда это аромат унисекс, то абсолютно 100% можно попробовать Memo Shams. Уд здесь мне больше пахнет тёплым деревом, даже, наверное, древесным спилом, смолой. Вот такая вот медово-несладкая нота, то есть мёд, но несладкий. Для меня это, кстати, очень необычно. И прям вот даже как-то сильно привлекло именно сегодня, когда я перед тем, как сесть снимать видео, нанесла некоторые ароматы на запястье. Сам по себе он кажется таким вот прям тёплым, жарким. Многие сравнивают его с ароматом Сахара Нуара Тома Форда. Я помню, у меня был когда-то пробник, но очень-очень давно. Знаете, как-то вот на подкорке отложилось. Мне кажется, что на самом деле это сравнение имеет место быть. Чудесный аромат для тех, кто не любит сильные сладости, для тех, кто любит дерево, для тех, кто любит специи, для тех, кто любит дым, для тех, кто любит, знаете, что напоминает такой разгорячённый песок в пустыне. То есть такой немного есть ещё сыпучий момент и несладкий мёд. Ну, это вообще очень сложно описать, это надо пробовать. Следующий и последний аромат из этой подборки это Рассасси Румз 9325. Я вам всё подпишу, чтобы тут не ломать язык. Вот, знаете, тоже вот этот товарищ меня прям приятно удивил. Я много раз видела эти флакончики, ну, мелькают в разных соцсетях, но никогда я не обращала на них внимания. Но, когда мне всё-таки попадался какой-то текст или когда я всё-таки слышала какие-то отзывы, всегда они были очень положительными. Востоков 100% его проявления. И, как могло бы показаться, это должна быть также какая-то такая банальная восточно-мускусная история о ля Кирке. Но я его, когда тоже начала тестировать, нюхаю, не пойму, вот никак не пойму, чем пахнет. Попытаюсь объяснить. Это также вот такой вот очень яркий, шершавый, восточный мускус по типу Кирке. Но вот от Кирки взяли только его. Нежные, тонкие, фруктовые ноты. И вместе с ними я опять же слышу гвоздику в специях. И аромат по мере того, как сидит на коже, очень красиво запудривает. Я вообще впервые в аромате встречаю такое сочетание, чтобы вот этот вот и Киркевский мускус, и пудра, и гвоздика, и всё вместе. Это очень загадочный, очень интересный, обращающий на себя внимание, приятный шлейф. То есть, возможно, когда вы аромат носите на себе, он вам кажется достаточно посредственным. Но со стороны проверено на себе. Я потому что выгуливала этот аромат, носила его. Одна моя знакомая просто унюхала, с чем-то вкусно пахнет. Вот мне почему-то пахнет, да, вот такой вот фруктовой пудрой, чуть гвоздики. И приятный достаточно восточный мускус, либо амбардерево, не знаю, что это такое. Вот у них такой ядовито-ядрёный, всегда намешанный в ароматах. Попал в виш-лист, конечно же, прям вот не в первой очереди, но брать именно по зиме, в любое другое время года вы в нём задохнётесь. Несмотря на то, что он также достаточно приятно носится, комфортно носится, в нём нет никакой грязи, в нём нет никакой ноты, которая могла бы оттолкнуть. То есть, он просто яркий, он просто заполоняющий собой всё, он просто создан для того, чтобы его носить зимой, по морозцу. Ну, не зря восточные ароматы, как я уже начала видео, больше всего, комфортнее всего. По крайней мере, у меня носится зимой. Всё, на сегодня я завершаюсь. Это было сложно, но я это сделала сложно. Именно из-за того, что композиции достаточно такие вот интересные, неординарные. Над ними надо думать, над ними надо размышлять. Очень-очень понравилась Коко. Я столько раз слышала про неё положительных отзывов, но как-то всегда обходилась стороной, потому что, ну, что уж там может быть такого интересного. Ну, это просто прелесть какая-то. Всё, я завершаюсь. Все ссылки, вся информация внизу под видео. Я вас всех люблю, целую. Пока. До новых встреч.